Ребята, как вы думаете, почему я нахожусь сейчас в ванной в начале видео? Здесь такое эхо. Я никогда не обращала на это внимания. А потому что я сегодня снимаю челлендж 24 часа в ванной комнате. Именно в ванной комнате. За пределы ванной комнаты выйти я не могу. Но мне принести что-то за пределами ванной комнаты мне могут. Итак, сейчас утро. Я уже принесла все, что мне надо, в принципе. Ну, может быть, я что-то забыла, но мне потом принесут это. И я принесла одеялко. Ты уверена, что тебя принесут? А ты уже выйти не можешь. Ну, я не могу, но ты принесешь. Ты уверена? Но это не точно. Это точно? Это не точно. В общем, у меня тут уже одеяло, подушки. Сейчас будем стелить постель. Но прежде чем мы начнем стелить мне постель, кровать, диван, не знаю, как его правильно там назвать, посмотрим, что получится. Но уже в голой ванне я точно лежать не буду, потому что так неуютненько. Поэтому буду сейчас стелить одеяло. Но прежде чем мы начнем, не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну и, конечно же, поддерживайте лайком. Я, кстати, уже снимала такой челлендж 24 часа в ванной. Я знаю, что вам понравился такой челлендж. Мне на самом деле тоже понравился, поэтому я решила, почему бы не снять вторую часть. Ну и давайте стелить постель. Так. Свернули пополам. У меня кроватка побольше, нежели ванна. Круто. Круто. Я согласна. Вот прям мне нравится. Залазим. Так. Ой, ну и давайте я вам покажу, что я взяла с собой. Я взяла читос. Это для перекуса. Яблочко немецкий, потому что мне нужно выучить диалог. Ночничок, потому что я все-таки буду спать ночью в ванной. Лизун. Я буду его переделывать. Антистресс. Вдруг у меня нервов будет не хватать сидеть в ванной, я буду его жмякать. Телефон. Как же без телефона? Соцсети, фирмы и так далее. Свечечку. Свечечку поставим. Свечечку поставим вот сюда вот. Так. Ночник тоже сюда поставим. Водичку взяла простую. Так, водичку давайте поставим вот сюда вот. Я думаю, она не упадет. Так. Взяла еще вот такое вот мороженое с черникой, если я его обожаю. И взяла еще раскраску. Я думаю, Миланке будет не жалко. Это Милашка на раскраску принцессы и карандашики. Поэтому будет чем заняться в свободное время. Так, с чего начнем? Тут что-то мне уже скучно. Давайте что-нибудь делать. Давайте начнем с жвачки для рук. Мне хочется с ней поиграться и ее переделать. Я обожаю переделать жвачки для рук. Особенно добавлять туда пенку. Для питья. Это не я. Это лизун. Ты уверена? Да. Какой он большой. Какой красивый цвет. Он уже такой классный. Он, кстати, хорошо тянется. И в экспрессе раз через раз лизуны. Бывают лизуны прям как резина, вообще не тянутся. А бывают, видно, новенькие лизуны. И они прям вообще классно тянутся. Попингель. Я думаю, ему будет не жалко. Ой, посмотрите, какая красота. Гиль начинает пениться. Я уже чувствую, что он стал более эластичный и более мягкий. Кстати, я давно не снимала лизуны на своем канале. В основном снимаем лизуны на Милашкину канал. Кстати, ребята, пишите в комментариях. Вам будет интересно, если я буду снимать такие видео, где буду переделывать слаймы разные. Может быть, вам будет интересно. Я включу такую рубрику на своем канале. Ну, а пока мы снимаем такие видео на канале Мимишо. Так что заходите, смотрите. Ссылочка в описании под видео. А у меня получился вот такой вот слайм. Какой красивый, мятный. Его цвет очень красивый. И он уже не прозрачный, стал такой матовый. Но все равно очень красивый. Прям как жвачка. Вообще круто. А кто еще делал с лаймом и ванной? Вообще круто. Посмотрите, как он тянется и какой он большой стал. Какие он классные духи сдает. Так, сейчас уберу баночку, чтобы он не засох. Правда, мне кажется, он не влезет сейчас в банку. Потому что он увеличился в размере. Ну, мы постараемся. Это точно не я. Но это не точно. Это точно. Какие он звуки издает. Не стыдно ему, а? Я тут мою руки, потому что я хочу кушать. А я их испачкала лизуном. И пенкой. Так, полотенце. Мамочка, подай полотенце. Не. 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 Ну, давай. Не. Я только до папиного затягиваю. Не. Вот, не сдала. Сегодня надо снимать челлендж, мама говорит да. Так мы только и сняли на Миланном канале. Такой челлендж. Да, не нормально, но надо нам ее снять. Так. Давайте. Читес покушаем. И я включу какой-нибудь сейчас. Фильм. Ты вообще уроки собираешься делать? Да, собираюсь. У меня сейчас, знаешь, слуха времени. Ой, ой, ой. Спать хочешь? Да, поспи. Так, нет, спать будем ночью. Сейчас у нас не ночь, поэтому давайте посмотрим какую-нибудь мелодраму. А душ тоже примешь? Душ? Нет, если я буду принимать душ, то у меня постель намочится. А в мокрую постель спать не очень хочется. Так. Мелодраму хочу какую-то, не знаю еще. Кстати, пишите в комментариях, какого жанра вы любите смотреть фильмы. Я люблю фантастику, я люблю мелодрамы, я люблю какие-то боевики, военные фильмы. В принципе, я любую, любую фильмы люблю. Главное, конечно, чтобы фильм изначально зацепил. Так вот, какой-то фильм. Ого, три часа будет идти. Ну, в принципе, ничего страшного. Я не тороплюсь. У меня целый день впереди. Называется этот фильм «Приговор идеальной пары». Он, кстати, год назад вышел. 4 июня 2018. Но мы его еще не смотрели, поэтому я его поставлю. Если вы смотрели, пишите в комментариях, понравился он вам или нет. Ну, а я вам чуть позже скажу. Ну, мне кажется, понравится, потому что мелодрамы я люблю любую. Ой, знаете, что я сейчас вспомнила? Раньше, когда я еще жила в Пятигорске, вот в таких вот читесах, вот в таких упаковках читеса, лежали еще наклеечки разные, с этим вот героем. Да, было. А сейчас нет? А сейчас нет наклеечек. Может, он спрятался, закопался где-то? Я раньше ради этого практически всю пачку сразу себя высыпала в рот, чтобы найти бумажечку с наклеечком. Так, в общем, я досмотрела мелодрамку. Очень интересно, с одной стороны вроде как банально, с другой стороны и не прям так банально, немножко все запутано, но я обожаю мелодрамы, я могу смотреть сутками. Ну, а сейчас я захотела мороженое и пораскрашиваю. Раскрашиваю. Вставай, 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 вставай. Сейчас найдем какой-то раскрасть, который мне понравится. Ну, как вы понимаете, здесь практически уже все раскрастили для меня. Ладно, возьмем вот это. Нет, не хочу. Хочу с принцессой вот эту. Вот как раз здесь много чего можно пораскрашивать, поэтому будем раскрашивать и есть мороженое. Я надеюсь, оно у меня не прям так растаяло там. Так, мороженое. Немножко, конечно, потаяло уже. Какое вкусное мороженое. Или я проголодалась уже. Оно просто обалденное. Я, кстати, очень люблю мороженое, когда оно немножко растаяло. Не прям как ледяное такое твердое, а немножко такое потаившее. Классно. Я, честно говоря, не помню. Прямо как эти персонажи выглядят, поэтому просто раскрашиваю, как мне нравится. Я помню, что у этой девочки рыжие волосы. Больше я ничего не помню. По-моему, ее зовут Мирельда или кто-то так. А вот, вот же ее. О, Мерида. А я ж не читаю. Зачем читать? Я просто раскрашиваю. Макс, иди ко мне. Иди ко мне. Ой, ты такой хороший. Пушистый. Макс, мне скучно. Я у нас уже начала в соцсетях ковыряться. Э. Ой, ты какой кот. Макс, побыть со мной. Макс, смотри, какой я нашла торт. Смотри, Макс, какой торт. Макс, смотри, какой торт. Да, вот торт. Вот, смотри, смотри. Уданути. Посмотрите, какой торт. Мне тут уже скучно. Я уже начала выбирать тортик себе на день рождения. Правда, день рождения уже не скоро, но тортик уже выбираю. Я уже вот практически все раскрашила. В общем, я устала уже раскрашивать. Сейчас переписываю с подружкой. Я уже два дня не хожу в школу. У меня поднимается температура 37. И немножко болит голова, поэтому решила отлежаться дома. Сейчас ходит грипп, и я сейчас узнаю про 23 февраля, учатся они или нет. Кстати, пишите, закрыли ли вашу школу на карантин, потому что я знаю, что... Картошечка готова. Потому что сейчас, я знаю, закрыли многие садики, школы на карантин, но нашу школу не закрывают. Не знаю почему, потому что в нашем классе очень мало человек болеет, наверное. Поэтому мы мучаемся. Завтра, кстати, тоже не идут в школу. Мне просто тут задают вопросы, я сразу вам отвечаю. Нет. Завтра, если не будет температуры, нужно будет сходить за справкой, и 23-го мы не учимся. Поэтому, получается, школа пропустила всего три дня. Ничего страшного особо не будет. Ну а сейчас я буду учить немецкий. Вначале надо убраться немножко. Потом у меня тут такой беспорядок. Ой, английский. Ой, немецкий. У меня английский, немецкий. Все, я тоже. Все иностранное. Мы сейчас проходим пятый модуль по немецкому. Кто учится по этому учебнику, знает, какая тема. Там сейчас эта тема про лекарства, выздоровление, хорошего выздоровления. Вот так оно переводится. Ну и мне задали четвертый номер. Диалог у тебя будет выучить. Я вначале выучу одну роль. Синенькую вот первую. Гутентак и там дальше. А потом вторую роль расскажу. Потому что, когда я начинаю рассказывать весь диалог, я начинаю запоминаться и, в общем, забываю, путаю строчками. А когда по ролям рассказываешь, так легче. Ну, это мне. Знаю, есть люди, которым легче просто весь диалог рассказать сразу и все. Ника, ты что тут делаешь? Я смотрю. Угляделки. Тишина такая. Я жду картошечку и смотрю. Нормально. А немецкому? У меня уже это, все, квадратно. А немецкому как? Немецкому. Подружились? Нет, не подружились. Мы с ним поругались. Поругались? Да, мы с ним поругались. Поэтому я его выгнала вон и... Смотри YouTube. Да. Именно так. Ну, удобненько, удобненько. Ты с ней расположилась. Нет, неудобно. На самом деле, у меня там уже все болит, поэтому неудобно. Рика! Айси-ю! Картошечка! Вкуснято! Всем приятного аппетита! Я не знаю, какая вкусняшка. Да. На тебя и нельзя. Конечно. Меня на кухне-то вкусняшка ждет. А ты кушай ванной, правильно? А где еще у нас накушали? А-а-а! Я сказал, что ты его позднее. Лика! Лика! Это что? Это картошечка! Айси-ю! Приятного аппетита! Почему? Помогут вам прокачать себя в конце этого штука. Айси-ю! Я же тебе сказала. Кого ты тут смотришь? Вкусненько? Вкусненько! Разбошла? Именно в тот момент это было. Совет, который поможет вам ладить с людьми. Развиваемся. Как у тебя в пользу в то время. Мы развиваемся. Когда вы в магазине, не ленитесь и посмотрите на самые нижние полки. Я уже покушала. Было очень вкусно. Спасибо, кстати. Мне осталось скучно. И Миланке тоже скучно. Поэтому она пришла ко мне. Ей стало интересно, что я тут делала целый день. На самом деле в ванной не всегда проводишь день. Поэтому Милашке стало интересно. Она пришла ко мне. Тоже решила пораскрашивать. Но сейчас уже вечер. И мне надо ложиться спать. А я с тобой. Нет, ты пойдешь к себе в кроватку, а я буду спать. У меня здесь такой ничничок есть. Вот такой вот. Сейчас Миланка здесь все уберет. Ее заберут. И я буду спать. Вообще на самом деле весь день провести ванной тяжеловато. Уже все болит. Но я спать. Ой. Пичем. Почем. Пай ты. Продолжение следует...